Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать о преимуществах выращивания сливы поздних сортов. Здесь вот слива, сорт, название я не знаю, пыталась определить по Яндекс.Картинкам, по описанию сортов сливы, и решила, что это все-таки больше слива, которую раньше выращивали в колхозных садах повсеместно. Это слива венгерка московская. У нее довольно-таки плотная мякоть. Сейчас я ее разрезала середина сентября, она еще не готова. Где-то не хватает немножко, чтобы набрала слива сочности. Плоды у сливы крупные, в технической спелости будут такие темно-синие, немножко с красным. И поздние сливы, они очень хороши для консервации, хороши для хранения. И дерево венгерка московская высотой где-то около трех метров. Здесь, конечно, за деревом надлежащего ухода по обрезке нет. А так, на самом деле, крона у венгерки московской раскидистая, с округло-шаровидной формой. Сливы вырастают массой где-то около 20 грамм. В свежем виде плоды венгерки московской не слишком ценятся, потому что у них кисло-сладкая, плотная, сочная мякоть. И она подходит, наоборот, для переработки. В компотах и в цельноплодной консервации очень хороша. Если вы считаете, что это не венгерка московская, то подскажите в комментариях, какой это сорт сливы. Продолжение следует...